На чёрном фоне появляется белая надпись «Гараж» латинскими буквами. Затемнение. Из темноты появляется белый фон. Чёрными буквами надпись «Александр Калдыр, Жоан Миро». Часть первая. Добрый вечер. Ну, я думаю, что сегодня у нас художники достаточно известны. Я надеюсь, что увидели замечательную выставку Калдыра, которая была в Пушкинском музее. Это художники, которые... И выставка Миро тоже не так давно была в Московском музее современного искусства. То есть это, в общем, очень знакомые нам персонажи. Это художники. Это довольно редкие случаи, достаточно симметричных подобий, потому что они были друзьями. Они познакомились в 1929 году в Париже, дружили всю жизнь, находили. Как бы замечательная история, что Калдыр учил Миро танцевать, а Миро учил Калдыра боксировать. То есть это как бы не только... Ну и, естественно, это не суть их дружбы. Они действительно те художники, которые находились в постоянном диалоге, цитировали друг друга, учились друг у друга. И когда мы будем смотреть картинки, вы, я думаю, все поймете, что действительно ощущение, что это очень похожие сюжеты, сделаны, правда, в двух абсолютно разных медиа, потому что Миро – это, прежде всего, живописец, а Калдыр – известнее, прежде всего, скульптор. Хотя у Миро были скульптуры, у Калдыра была графика и живопись, о которых мы тоже сегодня будем говорить. Ну, помимо, собственно говоря, вот этой биографической и исторической близости, можно сказать, что, наверное, у этих художников есть нечто общее, общий сюжет. И вот этот общий сюжет как раз, наверное, их и делает контрастным, потому что, собственно говоря, то, с чем работали оба этих художника, это одна из главных, наверное, главных сюжетов живописи искусства начала XX века, первой половины XX века. Это сюжет о том, можно ли внести в живопись движение, можно ли внести в искусство, которое до этого были неподвижными, такие, как живописные полотно и скульптура, можно ли их привести в движение, как передать движение. Мы достаточно много об этом говорили на предыдущих двух лекциях, которые были посвящены итальянским футуристам, в том числе, которые как раз этой проблемой движения и скорости, как передать в живописи, как передать эту невероятную изменившуюся скорость мира, передать движение, которое стало главной характеристикой XX века, которые этим занимались. И Калдер нам известен, прежде всего, как скульптор, который внес движение в скульптуру, который придумал кинетическую скульптуру, который стал работать в скульптуре с движением. Миро, как ни странно, говорил о том, что то, что его интересует в живописи, это, прежде всего, неподвижность. И если мы вспомним, как Миро относился к… принадлежал к движению сюрреалистов, и если мы вспомним то, что произошло именно в сюрреализме, это действительно некое, может быть, общее свойство очень разных полотен, очень разных художников-сюрреалистов, будь это Миро, будь это Танги, будь это Сальватор Дали, нам известный, будь это Магрид, там, Декирикас, который был предсечей сюрреализма. Наверное, главное ощущение, которое есть в полотнах сюрреалистов, это ощущение такой оцепенелости, неподвижности. И, может быть, сюрреализм, который контрастно тому ощущению движения, тому ощущению скорости, которую всеми силами пытались передать живописи их предшественники, будь это итальянские футуристы, будь это некоторые абстракционисты, которые тоже работали с ощущением… Рабер де Ланне, который тоже пытался с помощью цветов передать ощущение движения. И понятно, что вообще эта проблема движения в живописи возникает с начала XX века, с конца XIX века. Собственно говоря, когда появляются движущиеся картинки, когда появляется кинематограф, когда так или иначе и живописи, и скульптуры неподвижно с самого начала приходится себя сопоставлять с этими самыми движущимися картинками, с изображением, которое может находиться в движении. И если первое поколение авангарда, может быть, пытается догнать кино своими средствами, заставить живописное изображение или скульптурное изображение быть таким же динамичным, каким может быть киноизображение, то то, что происходит у следующей генерации, то, что происходит у Декирика и у сюрреалистов вслед за ним, это, наверное, осознание того, что полотно, что живописное изображение неподвижно, что неподвижность – это его постоянное свойство, что неподвижность – это может быть некий его сюжет, это некая его суть. И вот с этой самой неподвижностью работает Миро. Причем работает очень интересно, потому что Миро – это достаточно уникальный пример художника-абстракциониста внутри сюрреализма. Вообще сюрреализм – это как бы такая особенность сюрреализма, наверное, заключается в том, что это может быть единственное известное нам направление XX века, внутри которого уживались и соседствовали фигуративное искусство и абстрактное искусство. Причем более того, как фигуративное искусство мы тоже там, если вспомнить того же Дали, если вспомнить Магрита, то есть это такое достаточно агрессивное возвращение к фигуративности, какой она была в XIX веке, к фигуративности до модернистской, до авангардной, к эллюзионистской. Но при этом наряду с этим возвращением к фигуративности в сюрреализме существует абстракция, и Миро – это как раз такой образец сюрреалистической абстракции. Миро оказывается очень интересным связующим звеном между самыми разными направлениями XX века, потому что, с одной стороны, понятно, что то, чем он занимается в живописи, идет от Пауля Клея и от Кандинского, от этой линии абстракции, которую можно назвать биоморфной абстракцией. Эту линию Миро связывает с сюрреализмом, как бы с направлением постоянным участником, одним из ключевых фигур, который он был. Но именно через Миро, через то, что делал Миро, через его биоморфной абстракцией, полуабстрактной работы, проходит связь между сюрреализмом и американским абстрактным экспрессионизмом, который вдохновлялся идеями сюрреалиста, вдохновлялся идеями автоматизма и бессознательного. И это очень сложно уловить визуально, потому что довольно сложно понять, что общего между, я не знаю, Сальватором Дали и Джексоном Поллоком. Ничего. Но понять, что общего между Джексоном Поллоком и Хуаном Миро, и как это связано, и как эти направления связаны и цепляются друг за друга, как раз это довольно очевидно. И что еще интересно в Миро, как мы потом увидим, что он не только повлиял на следующую генерацию художников, он не только повлиял на абстрактных экспрессионистов, но и был достаточно подвижным и открытым человеком, чтобы испытать их влияние. Что довольно это очень интересно, довольно редко бывает, когда художник предыдущего поколения готов испытать влияние своих последователей, измениться под их влиянием. И это всегда очень интересные примеры. И вот мы как раз увидим, когда мы будем говорить о Миро послевоенном. Хуан Миро родился в... Он испанец, он родился в каталонец, он родился в Барселоне. Его родители были такими продвинутыми ремесленниками. Отец его был часовщиком и ювелиром, мать его была из семьи потомственных изготовителей мебели. При этом у него были с детства артистические наклонности, но его родители совершенно не собирались их поощрять и заставили его получить два образования. По первому образованию юридическое и образование, собственно говоря, в школе дизайна художественное. И первое время ему не удалось сразу заняться карьерой художника, поэтому он проработал какое-то время клерком. И эта работа клерком довела его до депрессии, до нервного истощения, после чего все-таки он решил заняться искусством, заняться профессионально, стал посещать Барселонскую академию искусств, стал получать образование, попал в тот круг художников, которые существовали в то время в Барселоне. И, судя по его ранним работам, стал очень планомерно изучать все то, что тогда было в модернистском искусстве. То есть он изучал кубизм и фобизм. Главные, действительно, очень свежие на то время достижения модернизма, которые, собственно говоря, изучались, потому что происходило в Париже, получали какую-то адаптацию в искусстве, в восприятии каталонских художников, в восприятии барселонских художников, для которых кубизм был все-таки скорее таким новым академизмом, способом выстраивать новые формы, способом искать новый пластический язык, но совершенно не способом сломать художественное сознание. Поэтому Марсель Дюшанса с его обнаженной спускающейся по лестнице для них был все равно безобразием и не искусством. И вот это вот ощущение, что все-таки внутри модернизма есть искусство и не искусство, для Миро было достаточно дискомфортно, потому что ему академизм кубизма в общем абсолютно не был интересен. А другим, другое, что он изучает, это, естественно, фавизм с его освобожденными яркими цветами, как бы не связанными, нежизнеподобными. Но интересно, что и из наследия фавизма, и из наследия кубизма, не из наследия, из языка, который тогда еще не был наследием, он был вполне себе живым языком, что у этого всего есть еще третий элемент, третья составляющая – это наивное искусство, которое и, видимо, некое каталонское и испанское народное творчество, от которого Миро берет интерес к орнаменту. И если мы вспомним то, что происходило, вот эти яркие, это не просто яркие цвета фавизма, это еще яркие цвета орнамента. И это ощущение орнамента, и эта орнаментальность, наверное, именно в сочетании с интересом к творчеству наивных художников. Я думаю, что он вполне знал, что он, скорее всего, знал Анри Руссо. Я думаю, что известно, что он изучал, что его очень интересовало каталонское средневековое искусство, росписи церквей, те же росписи церквей, которые так интересовали Франсиса Пекаби, о котором мы говорили на прошлой лекции. И этот интерес к орнаментальности и к наивному искусству, может быть, дает то, что возникает в самых ранних, вот в тех работах Миро, когда он уже немножко отходит от штудирования кубизма, и начинает нащупывать свойства, или еще совсем не похожий на такого зрелого Миро, которого мы знаем. Это то самое ощущение, это ощущение неподвижности, это ощущение того, что все элементы этой картинки слишком тщательно прописаны, чтобы они могли прийти в движение, и что все они являются элементами орнамента. Элементы орнамента – это как бы они слишком впаяны в этот орнамент, чтобы пребывать в движении. Они слишком подробно выписаны. Они находятся вне времени, так же, как вне времени обычно находятся произведения наивных художников, если вы помните Анри Руссо, или если вы помните Перасмани. Это мир без движения, это мир, который застыл вне времени. И вот такое же ощущение, это мир, который настолько остановленный, что в нем можно разглядеть каждую травинку. И вот это сверхподробное письмо, которое свойственно, что не эффект глаз, не эффект зрения, а то, что мы знаем о мире. Каждую травинку можно рассмотреть. Это свойство наивного искусства, которое Миро в своих ранних работах повторяет, создавая вот эти самые замечательные орнаментальные композиции, представляющие некую вот эту вневременную Испанию, вневременную Каталонию, в которой он тогда живет и отходит от своей депрессии как раз в провинциальном городе, где находился дом его родителей, город, в котором он будет возвращаться и работать там на протяжении всей своей жизни. Куда бы возвращаться из Парижа, возвращаться из Америки, из Барселоны, из всех своих путешествий и странствий. Интересно, что элементы кубизма, элемент калажности, он соединяется с этой орнаментальностью наивного искусства, с этим ощущением застывшего мира, с этим ощущением того, что там можно все рассмотреть, в том числе буквы и рисунки в книге, которые вставлены в натюрморт. И таким главным достижением и самой знаменитой картиной этого периода является вот эта ферма, которую он рисует, и которая начинает писать в Испании и завершает в Париже, куда он приезжает в 1920-1921 году. В это время он еще до этого, в конце 10-х годов, он знакомится как раз с Франсисом Пикабе, который в это время жил в Барселоне, издавал там свой журнал, знакомится с идеями дадаистов, знакомится с каким-то другим авангардом, следующим за очень академическими, на глазах академизирующимся кубизмом и решает отправиться в Париж, где он завершает эту работу. Картина «Жоанна Миро. Ферма. 1921 год. Квадратный холст». На картине изображена испанская ферма на фоне леса и голубого неба. Изображение стилизованное. С одной стороны, оно напоминает иллюстрацию к детской книге. Все изображения очень красочные и четкие, видна каждая деталь. С другой стороны, картина чем-то напоминает калаш или схему. Практически все предметы изображены либо фронтально, либо в профиль. Изображения очерчены контуром и отчетливо выделяются на фоне друг друга. Верхнюю половину холста занимает светло-голубое небо, нижнюю — коричневая земля. Между ними тонкая зеленая полоска деревьев вдалеке. В центре картины расположено тонкое высокое дерево. Снизу до середины дерево коричневое, выше ярко-желтого цвета. На желтых ветвях дерева редкие узкие листья, часто расположенные парами. Слева от дерева, вплотную к левому краю картины, расположен белый двух- или трехэтажный дом с двускатной крышей. В центре первого этажа находится дверной проем, сквозь который виден круп коровы. На земле перед домом расположены идеально ровные, словно прочерченные по линейке коричневые полосы, изображающие распаханную землю. Чуть правее, возле моста, откуда растет дерево, изображена небольшая треугольная площадка, вымощенная квадратной плиткой коричневого цвета. Художник изобразил ее так, словно мы смотрим на нее сверху. От площадки вдаль уходит светлая дорожка. Дорожка изгибается идеальной ровной волной. Вокруг дорожки и площадки расположено множество предметов, инструменты, кастрюли, лейки. Внизу под деревом выделяется белый прямоугольник, лежащий на земле газеты. Справа от дерева находится, по-видимому, помещение для домашней птицы, небольшой домик белого цвета. Левая половина лицевой стены отсутствует, словно художник решил показать дом в разрезе. Видно внутреннее пространство домика, там на жердочках сидят птицы. Перед домом на его фоне находится вольер, обтянутый сеткой. Внутри на желтой бугристой поверхности, похожей на песок, изображены кролики, коза, курицы и петухи. Животные изображены в профиль. В правом нижнем углу картины, внутри вольера лежит предмет, похожий на абстрактную картину. Большую её часть занимает красно-голубой круг. Сверху на картине сидит петух. Работу, в которой он рисует, как бы увозят с собой вот эту Испанию, остановленную во времени, вписанную в рамы, в которой есть, в которой эта испанская ферма соседствует с изображением французской авангардной газеты. И эта работа как бы знаменита ещё в том числе тем, что её купил Хемингуэль. Купил в 20-е годы, еле-еле. Найдя на неё деньги, потому что все были очень небогаты, как тогда, как вы все помните прекрасную историю Хемингуэя про этот Париж, в котором вечно хочется есть и вечно ни у кого нет денег. И при этом он всё равно понимает, что Миро ещё более бедный, что с ним нельзя торговаться и находит возможность купить эту картину. И описывает её Хемингуэль, большой поклонник Испании. Описывает, что это как раз то самое ощущение от Испании, что эта картина передаёт сразу два ощущения. Ощущение от Испании, когда ты в ней находишься, и ощущение от Испании, когда ты далеко от неё и понимаешь, что не можешь там оказаться в её секунду, хотя тебе этого очень хочется. И вот это вот два, ну это вот так очень, не совсем искусствоведческое описание, но очень красивое описание, создающее, передающее вот это ощущение замкнутости этого мира, который одновременно абсолютно до каждого листика на дереве прописан, и при этом абсолютно помещен в раму, и неподвижен, заморожен, и абсолютно переполнен всеми возможными деталями и элементами. Но как бы в Париже стилистика Миро начинает резко меняться, он знакомится с авангардными художниками того времени, попадает он в круг близкий тадаистам и сюрреалистам, он делит мастерскую с Андреем Асоном, художником, который одним из первых стал автоматизм, вот это вот главное свойство сюрреализма, применять не в литературном письме, а в рисунке, масон создает автоматическое рисование, знакомится с поэтами, с Тристаном Цара, с дадаизмом, с основоположником дадаизма, знакомится в конце концов с Андреем Бретоном, и начинает, и эстетика его абсолютно эволюционирует, потому что вот этот самый мир, который был абсолютно сцеплен, вот это единством орнамента, который где вот иголку нельзя просунуть, все связано в эту вязь орнамента, начинает становиться все более и более раздробленным, в нем появляется воздух, он начинает как бы дробиться, распыляться на различные детали, каждый предмет становится автономным, все они пребывают в неком пустом пространстве, и даже самые обыденные вещи обретают ту магию, это немножко похоже на то, что на метафизическую живопись, это немножко похоже на то, что Маранди делал, где каждый предмет загадочен в силу своей абсолютной автономности, тем, что он вроде бы с теми предметами, с которыми он находится рядом, никак не связан, что каждый из них самостоятелен, и этот мир, который становится все более и более воздушным, это мир, который становится все более и более невесомым. Вообще, если описывать эволюцию мира, то это как бы, то это постоянное изменение гравитации его полотен, да, вот это начинается с очень плотных, как бы слишком, как бы бесконечно весомых, плотных работ первого периода, потом возникает сюрреалистический, как бы, период сюрреалистический, это как бы картина, написанная за год до, собственно, объявления сюрреализма, как движения. Картина Жоанна Миро «Пропаханное поле», 1923 год. Горизонтально ориентированный холст. Это сюрреалистический пейзаж. Верхнюю половину холста занимает ярко-желтое небо с солнцем, более насыщенного желтого оттенка. Нижнюю — белая земля. На картине изображены фантастические животные, растения и постройки. Картина похожа на аппликацию или калаш. Предметы кажутся плоскими, как будто вырезаны из цветной бумаги. Их контуры чёткие, а цвета равномерные и контрастные. В левой части картины от линии горизонта вверх тянется шпиль. Шпиль коричневого цвета. Этот шпиль находится на фоне жёлтого круга солнца, перерезая его. На уровне середины к нему прикреплён французский флаг. По бокам от него расположены два треугольных объекта тёмно-зелёного цвета. Они похожи на листья алоэ. Эти листья и шпиль как будто растут из одного основания. Справа от шпиля, чуть ниже линии горизонта, стоит объект чёрного цвета, похожий на дерево с двумя ветвями и без листвы. Ветви по форме напоминают змеи, изогнутых волной и будто развивающихся на ветру. От основания дерева вниз до нижнего края картины тянутся шесть вертикальных волнистых полос коричневого цвета. Из развилки между двумя ветвями дерева влево отходит чёрный кол. Этот кол пересекает шпиль с французским флагом и также перерезает солнце. Из дерева вертикально торчит объект, похожий на дорожный знак. Чёрный треугольник на палке. К этому знаку, похожему на стрелку, направленную вверх, прикреплены флаги. Один французский флаг и два испанских. Справа от знака на линии горизонта расположен небольшой коричневый домик. Он словно собран из геометрических фигур разных оттенков серого и коричневого. Перед домом стоит белая лошадь с чёрными пятнами. У лошади маленькая голова, массивный круглый круп и непропорционально большие копыта. Грива изображена как ряд толстых, изогнутых волнами волосков. На переднем плане, в правой части картины, изображено большое дерево. У дерева прямой коричневый ствол. На середине высоты ствола, справа из него растёт огромное ухо. Завершается ствол кроны, имеющий форму горизонтально ориентированного овала зелёного цвета. В центре этого овала нереалистично изображён глаз. Под деревом расположена курица с круглым как мяч туловищем и маленькой головой. Вокруг дерева расположено множество необычных существ. Например, курица с большим круглым телом и крохотной головой, или выныривающая из земли рыбья голова. Слева от корней дерева лежит синий прямоугольник с словом «жур» в переводе с французского «день». Рядом банка, из которой выпрыгивает существо, похожее на крота чёрного цвета с жёлтыми когтями и чёрным колпаком на голове. Правый угол картины визуально отделён от всего остального произведения. В этой части пейзаж продолжается, но он решён в других цветах. Земля приобретает красный цвет и разделяется на мелкие горизонтальные полоски. Часть неба в этом углу из жёлтого цвета переходит в тёмно-фиолетовый. И они становятся всё более и более воздушными, всё более и более невесомыми. И если говорить о вот этих все отдельных предметах, которые парят в некой невесомости, которые больше никакая сила тяжести не удерживает вместе, и так возникают, собственно говоря, те сюрреалистические полотна Миро, сюрреалистические полотна, которые написаны тоже с применением некого автоматизма, что он идёт всегда от какого-то первого импульса, что это может быть капля воды, что это может быть пятно на холсте, что это может быть звук упавшего камня. И от этого первый импульс запускает вот этот самый автоматический процесс, автоматизм, ассоциативный процесс, который начинает создавать эти работы, создавать эти произведения. Произведения, которые, собственно говоря, в сюрреалистическом духе назывались как действительно ландшафт и сновидения. Ландшафт и сновидения, которые становятся как бы, потому что что в них происходит вместе с этой утратой силы тяжести, с исчезновением гравитации, исчезает фигуративность. То есть эти работы становятся как бы абстрактными, при том, что Мироне, когда себя абстракционистом не называла, не считала, и говорит, что у любого образа всегда есть некая отсылка, что любая линия, любая форма на картине к чему-то отсылает. Здесь вполне есть пейзаж, здесь вполне есть какие-то существа, которые его населяют. Вот этот самый каталонский крестьянин с трубкой, с треугольником, который как бы обозначает ему голову и который отсылает к треугольному колпаку, который носил традиционному головному убору каталонцев. Картина Жоанна Миро «Охотник», 1923-1924 годы. Горизонтально ориентированный холст. В картине доминирует светло-сиреневый фон, сюрреалистический пейзаж. Нижняя половина картины, более тёмного оттенка сиреневого, изображает землю. Верхняя, более светлого цвета, небо. Линия горизонта волнистая. Почти все предметы находятся как бы в невесомости. По стилистике картина напоминает предыдущую работу художника, однако здесь изображение становится ещё более схематичным, практически абстрактным. Например, в левой части картины, ближе к левому верхнему углу, нарисована фигура крестьянина, на которую ссылается лектор. Тело человека представляет собой тонкую чёрную вертикальную линию. Руки изображены в виде горизонтальной волнистой линии, а ноги в виде буквы П. На месте головы равнобедренный незакрашенный треугольник, внутри которого нарисован небольшой чёрный круг, изображающий глаз. С нижней грани треугольника вниз свисают короткие волнистые волосы, напоминающие бороду. Поверх треугольника нарисована дымящаяся курительная трубка. По всей картине разбросаны геометрические фигуры, отдалённо напоминающие различных животных, растения и постройки. В центре картины в небе парит голубой глаз. От него вниз тянутся лучи в виде трёх чёрных линий. В правом нижнем углу округлым плавным шрифтом написано слово «сард», что по-каталонски означает «сардинец». То есть это мир, который… Это привычный мир, но мир, который подвергся вот этому удивительному распылению. И вот эти распылённые, вот этот каталонский крестьянин, от которого остаётся всё меньше и меньше деталей, да, остаётся этот колпачок и трубка, но которые всё равно… Но всё равно это та же фигура, которая будет постоянно повторять свою нору, которая будет постоянно населять его, пребывать в этом мире. И ещё более интересным образом распыляются. Женские фигуры тоже на одни и те же составные, где всегда есть сердце, где всегда есть обозначение половых органов, где есть ухо, где какие-то… Остаётся, где есть грудь считываемая. Где всё время… Но это такой ребус, да, и это ребус, в котором устроен ещё как разобранный механизм. Естественно, Миро знает о Марселе Дюшане, они все… Это всё один круг художников, и это всё один круг сознания, да, и работа Миро, его представление человеческой фигуры очень напоминают, естественно, большое стекло Марселя Дюшана. Их тоже можно представить как некий механизм, да, что… Но если у Дюшана это как бы механизм, который воспроизводит человеческие аффекты, не будучи при этом антропоморфным, и не повторяя при этом форму человека, то у Миро – это некое человеческое существо, которое разбирается на эти самые удивительные какие-то составные элементы этого механизма, которые распыляются вот в этом вот невесомом, абсолютно лишённом гравитации пейзажа, и превращаются вот в какие-то удивительные механизмы, скорее всего, движущиеся, да, потому что если говорить о неподвижности, той неподвижности, которая интересовала Миро, то это не неподвижность оцепенения, да, это не неподвижность вот этого замерзшего времени и выкачанного воздуха, который есть в работах Декирика и которые есть в работах Сальватора Дали, там, где Дали продолжает Декирика, это, скорее, ощущение некой подвешенности, да, что это как бы некая невесомость, в которой всё вдруг взлетело в воздух, и там в этом воздухе зависло, и там осталось в этом ощущение подвешенности, где только единственное, что есть, может быть, это дуновение ветра, это действительно какие-то воздушные колебания, и эта подвешенность, вот эта неподвижность – это то, что все эти разрозненные элементы ещё удерживает вместе, да, потому что если что-то изменится, то оно всё вообще разлетится в разные края, да, что этот образ, который ещё хоть как-то можно там угадать, он ещё пока что удерживается. Работа Миро мне немножко напоминает, как ни странно, картины Арчембольда, да, вот эти удивительные портреты, да, удивительные человеческие фигуры, составленные из самых разных элементов, они, может, там, из книг, из плодов, из овощей, из снопов, зерна, из чего угодно, которые, если вы их помните, не составлены вместе, да, их нельзя так составить, чтобы написать это, чтобы написать с натуры это изображение, они удерживаются вместе только, собственно говоря, силой взгляда живописца, и они не могут так... И точно так же какой-то силой взгляда удерживаются вместе вот эти все, как бы, эти элементы картин Миро, которых до какого-то момента можно угадать фигуры, да, потом всё-таки они распадаются вот в эти самые замечательные синие сновиденческие работы, серию, как бы, где такая прекрасная работа, где уже совсем ничего, где только пятно света осталось. Картина Жоана Миро, 1925 год. Горизонтально ориентированный холст. Холст почти пустой. Немногие изображения на нём расположены по краям. На белом фоне в левом верхнем углу плавным округлым прописным шрифтом написано слово «фото» латинскими буквами. Буквы чёрного цвета. У правого края картины по центру нарисовано светло-синее пятно, похожее на большую кляксу. Под пятном расположена надпись на французском языке, выполненная аккуратным рукописным шрифтом, который можно перевести как «это цвет моих снов». Абсолютная вот эта воздушная распойка, где вся материальная реальность, всё весомое, всё обладающее силой тяжести исчезло. Осталось только одно синее пятно, под которым написано «это цвет моих сновидений» и фотография. Удивительная работа, сделанная в 1925 году и предвосхищающая, собственно говоря, полотна Магрита. Потому что, по-моему, первое полотно Магрита с надписями и с облачком появляется годы на четыре позже, где осталось только воображение, осталось только называние вещей, уже предметов нету, ничего материального нету, остались только их имена, и то эти имена очень смутные. И удивительно, что, собственно говоря, действительно цветом снов оказывается синий цвет дневного неба, а не ночного неба сновидений. И вот эти синие полотна, синий цвет снов, у Меру будет возвращаться довольно часто. Хотя у него тогда же появляются достаточно тёмные работы, где все эти элементы уже связаны, опять-таки, словом связаны, названием. И то, что происходит в этом мире, там происходят у них какие-то явно эротические игры, так же, как эротические игры происходят в абстрактном большом стекле Марселя Дюшана. И «Рождение мира» — вот такая вот история, в которой так и хочется увидеть какие-то деления клеток, что там может происходить. Картина «Жоанна Миро. Рождение мира. 1925 год». Вертикально ориентированный холст. На грязно-синим фоне изображены четыре абстрактных объекта. Фон неравномерный, к синему цвету примешаны в разных местах зелёный, белый, чёрный и серые оттенки. На этом фоне парят абстрактные фигуры. На самом верху нарисованы чёрным тонкие неровные горизонтальные чёрточки. Под ними расположен чёрный неровный треугольник, от которого справа отходит ломаная линия, похожая на согнутую в локте руку. Возможное чёрный треугольник отсылает к известной картине Курбе «Происхождение мира», на которой вблизи был изображён женский лобок с густыми чёрными волосами. Здесь это чёрный треугольник. Справа от чёрного треугольника парит красный круг, от которого вниз по диагонали отходит жёлтая волнообразная тонкая линия. Эта линия тянется в правый нижний угол картины. Она связывает красный круг с абстрактным объектом, в котором можно разглядеть антропоморфные черты. Можно сказать, что у объекта есть голова в виде белого круга, толстой чёрной линии отмеченные плечи и руки. Все фигуры небольшого размера. Они расположены на холсте очень свободно, оставляя большую часть фона не занятой. При этом, скорее всего, является ещё и отсылкой к знаменитому скандальному полотну Курбе происхождение мира, на котором изображён женский пар. И этот треугольник, конечно, отсылает ещё и к этому самому происхождению мира Курбе и является символическим изображением женских половых органов. Как можно предположить, и как сложно было бы не предположить, говоря о фрейдистском насквозь сюрреализме. И только какие-то... Потому что действительно всё равно вот эта отсылка к биоморфности, отсылка к человеческим, к контрпоморфности всегда будет существовать. Будет существовать рука, например, которая позволяет эту странную конструкцию, удерживаемую силой взгляда и силой воображения как некое единое тело, опознать как человеческую фигуру. Класс. Сердце, да, всегда сердце будет пребывать. Здесь эта, как бы, перчатка какая-то, рука, которая вполне уже почти отделилась, всегда будет нога. Вот эта вот огромная нога, как бы привязанная к земле, которой уже нету к земле, которая ушла из-под ног. Помните, такие же огромные ноги будет рисовать Пикассо у своих испанских крестьянок, да, такие же гипертрофированные. Вот эта нога тоже будет, которая будет просто превращаться в одного персонажа. Картина Жоанна Миро «Личность, бросающая камень в птицу», 1926 год. Горизонтально ориентированный холст, сюрреалистический пейзаж. Яркие и насыщенные цвета. Верхняя половина картины тёмно-синего цвета, закрашена неравномерно, за счёт чего создаётся ощущение покрытого тучами ночного неба. Все остальные объекты закрашены равномерно, без теней и кажутся плоскими. Под небом расположена узкая полоса чёрного цвета, напоминающая море. Нижняя половина равномерно закрашена ярким жёлтым цветом. Возле правого края картины нарисовано необычное существо белого цвета. Его нижняя часть представляет собой огромную ступню с растопыренными пальцами. Над ступнёй расположено округлое тело без рук. В верхней части на тонкой шейке располагается голова. Голова выглядит как круг с одним жёлтым глазом в центре. Слева, чуть ниже линии горизонта, изображена птица. Птица выглядит как горизонтальная тонкая линия. На её правом конце расположен синий круг, обозначающий голову. Крылья изображены в виде большой синей дуги, а хвост — в виде маленькой дуги жёлтого цвета. От правого нижнего угла к середине верхнего края картины тянется тонкая чёрная линия, как будто прочерченная по линейке. Она нарисована поверх белого существа с огромной ступнёй. Слева от существа, над линией горизонта, летит белый круглый камень. Он направлен в сторону птицы. Траектория его полёта обозначена тонкой чёрной дугой, как будто сделанной при помощи циркуля. И здесь, в этих работах Мироу, всё-таки, где абстракции снова на каком-то другом витке приходят к этому, к фигуративности, где возникают такие почти мультипликационные персонажи. Вот эта вот самая собака, лающая на луну, это какой-то почти диснеевский персонаж, по своей забавности, по своей динамичности. И, может быть, в этих работах как раз есть ощущение движения, движения как того, что делает эти фигуры живыми, что делает их, может быть, не всегда антропоморфными, но вполне ощутимо живыми. И вообще-то то движение, которое было в абстракции Пауля Клея, которое он описывал, как линию, вышедшую на прогулку, линию, отправившуюся в движение, и то же самое ощущение, как и у Клея, и у позднего Гонзинского, с которым Мирота уже был знаком, что абстракция – это не мир чистых форм, это не мир, который ничего не представляет, это наоборот, это просто мир, который так устроен, это мир, в котором обитают точки, пятна и какие-то еще странные существа, которые из этих точек и пятен складываются. И дальше задача зрителя, задача действительно – это то, что можно сделать, наверное, только в сновидении или еще в каком-то опыте, это попытаться спроецировать себя в этот мир, спроецировать себя в мир, в котором обитают вот такие вот существа, которые только-только были пятном, и уже из этого пятна эволюционировали некое живое существо. Каково оказаться в этом пространстве? Каково оказаться одним из таких вот созданий? Каково? И поэтому это пространство всегда маркировано как пространство, оно всегда обозначено как пейзаж, это всегда тот пейзаж, который можно себя спроецировать, что и предлагает как некое совершенно головокружительное приключение живопись мирой, как то приключение, которое предлагает сюрреализм, это всегда отправиться в некий удивительный мир и попытаться понять, каково в нем быть, и как он устроен. Он устроен по другим законам, в том числе законам вот этой самой гравитации, которая у Миро абсолютно по-другому устроена. При этом, опять-таки, конец 20-х годов, что-то немного меняется. Этот мир снова начинает уплотняться, снова начинает тяготеть к орнаментальности. На этот раз это орнаментальность. Это серия работ голландских интерьеров, вдохновленная классической фламандской живописью, действительно, интерьеры. Миро работал по открыткам, по репродукциям картин, которые он превращал, трансформировал в такой набор удивительных элементов, которые как бы сновиденческие. Картина Жоана Миро, Дания, 1928 год. Вертикально ориентированный холст, насыщенные контрастные цвета, преимущественно темные. Изображение нереалистичное, собрано из плоских геометрических фигур. Однако в них хорошо угадываются реальные объекты. Объекты закрашены равномерно, без теней и кажутся плоскими. На картине изображено пространство, похожее на интерьер комнаты с серыми стенами и коричневым полом. В центре изображен человек, играющий на струнном инструменте, вроде гитары. Слева от него большое окно. В левом нижнем углу лежит собака. Человек изображен в виде большого вытянутого белого пятна с волнистыми краями. Он занимает большую часть картины. В верхней части этого пятна есть две руки красного цвета, держащие инструмент. Инструмент похож на гитару коричневого цвета, однако его нижняя часть круглой формы. В левом нижнем углу на полу лежит собака с коричневыми пятнами. Фигура собаки сильно стилизована. У неё очень вытянутое тонкое туловище, круглые бёдра задних лап, огромные круглые глаза. За окном виднеется водоём ярко-синего цвета, красный дом с двускатной крышей и чёрные ветви деревьев. Все объекты сильно стилизованы. По всей картине разбросаны различные геометрические формы, некоторые из которых кажутся похожими на реальные объекты, а другие не вызывают прямых ассоциаций. Тоже всё читается. Есть стол, есть персонаж, есть гитара, есть собака, которая, или кошка. Абсолютно все элементы этого жанрового полотна сохранены, но находятся они в этом самом удивительном сновиденческом мире, где они все превратились во что-то другое и опять-таки утратили силу тяжести. Это конец 20-х годов, и в 28-м году Миров внезапно говорит, что он хотел бы закончить живописью, что надо убить живопись, что надо сломать, надо разбить, наконец, гитару кубистов, потому что надо заняться чем-то другим. И он в этот период, опять-таки, это то, что происходит у сюрреалистов, это то, что происходит в искусстве того времени, гораздо раньше заканчивает живописью Марсель Дюшан, который начинает делать какие-то... совершенно по-другому делать искусство, совершенно по-другому осмысляет творческий процесс как таковой. И в это время Миро делает вот такие удивительные серии объектов, коллажей, чего-то такого, для чего еще нет названия, где как раз... многие из которых построены как раз вокруг истории продвижения, что такое движение. Вот эта работа называется «Портрет танцовщицы». Работа Жоана Миро. Портрет некой танцовщицы. 1928 год. Квадратный холст в коричневой раме. Работа представляет собой аппликацию из реальных объектов. Ассамбляж. Фон белый. Фон оставлен практически пустым. Чуть выше середины холста расположен небольшой деревянный штырёк. На нём лежит коричневое перо. Кажется, что оно никак не закреплено, и вот-вот соскользнётся штырька. Сверху над перышком закреплена круглая серая бусина. Между бусиной и штырьком туго натянута чёрная нить. И, судя по всему, это легчайшее перо, которое в нём находится, всё-таки оно может пребывать в движении. Удивительная работа 1928 года, которая абсолютно предвосхищает то, что в 70-е будет делать Ребекка Хорн. Причём довольно близко к тексту. Там возникают коллажи, возникает взвесь предметов, которые до этого существовали на холстах и образовали некое единство, теперь превращается в взвесь реальных фрагментов. Вот этот фрагментированный мир, который уже существует на коллажах, существует в виде реальных фрагментов, в виде вот этого самой абсолютной фрагментированности и распылённости, которая здесь распыляет и фрагментирует, собственно, картину как таковую, собственно, полотно как последнее, некое живописное и художественное целое. И коллажами Миро занимается различными объектами до 30-х годов. И в этот момент действительно у него были какие-то замечательные тексты про то, что, может быть, вообще можно перестать заниматься живописью и довольствоваться только тем, чтобы рисовать на песке. Наблюдать дым сигаретам, потому что это движение, то, что существует в живописи, может быть просто частью некоего реального пространства. Тем более, что мир в это время... И поэтому, когда он возвращается к живописи, это опять-таки живопись, которая становится более темной, более плотной, более материальной, гораздо менее воздушной и эйфонически-сновиденческой, чем работа 20-х годов. Происходит это всё на фоне гражданской войны в Испании. Это довольно мрачный период. Это период, во время которого действительно, чем плотнее, чем материальнее, чем живее, трёхмернее и весомее становятся персонажи на полотнах Миро, тем более зловещими и угрожающими они выглядят. Тем более они, конечно, забавные, они гротескные. Но при этом там как бы вполне такая монструозность начинает проступать. И работа, которую он делает, тем зловеще оказывает, как бы мрачнее становятся сюжеты. И, может быть, тем страннее описывает он сам себя и то, что происходит у него в голове. Картина Жоана Миро «Натюрморт» со старым ботинком, 1937 год. Горизонтально ориентированный холст. Тёмные, неестественные цвета. Преобладают оттенки фиолетового и зелёного. Нижняя половина холста изображает поверхность стола. Верхняя — стену или фон. Однако обе поверхности, как и все изображённые предметы, покрыты одинаковыми пятнами чёрного, фиолетового и зелёного цветов, похожими на странные, неестественные тени и блики. Чуть левее центра картины на столе изображено коричневатое, словно сгнившее яблоко. В яблоко воткнута вилка. Справа от яблока, почти в центре картины, изображена деформированная бутылка. Справа от бутылки половина батона хлеба. На переднем плане справа, перед батоном, на столе лежит ботинок. Носок ботинка смотрит влево. Предметы написаны довольно реалистично. Их пропорции соблюдены. Объём передан чёткими, резкими тенями. Однако очертания предметов сильно искажены. Их силуэты неровные, волнистые, словно увиденные через кривое зеркало. Эти искажения вместе с неестественными ядовитыми цветами создают атмосферу кошмарного сновидения. И самая его фигуративная работа, может быть, самая фигуративная, которую он создавал со времён каталонского периода, со времён фермы. Она же выглядит наиболее мрачной его работой. Это 1937 год. Эту работу называют герникой Хуана Миро. Потому что это работа, которая по сюжету своём представляет абсолютно такой шаблонный натюрморт, в котором есть бутылка, яблоко, кусок хлеба и старый ботинок, который отсылает к ботинкам Ван Гога. Ван Гог тоже один из любимых художников юности Хуана Миро. Но при этом всё это складывается в такой совершенно апокалиптический пейзаж после битвы, где эта вилка вгрызается в это яблоко гнилое, где бутылка выглядит как дом после бомбёжки, где этот материальный мир, узнаваемый материальный мир, возникает только в момент, когда он обречён на исчезновение, возникает только за минуту до того, как он превратится в руины. И Миро участвует в знаменитом павильоне республиканской Испании на Всемирной выставке 1937 года. Испания, которая воюет с Франко, которая там наполовину захвачена, и при этом её республиканское правительство делает павильон на Всемирной выставке, павильон, на котором как раз была представлена Герника Пикассо, и на котором была представлена вот эта вот несохранившаяся, к сожалению, фреска Миро и работа Калдера, о которой мы будем говорить о Калдере. То есть они как бы участвовали в одной выставке. И во время войны Миро живёт во Франции, и уже из Франции он как бы уезжает какое-то время, он живёт в Нормандии, не в эвакуации, но в каком-то на тот момент самом безопасном месте, где ещё он там живёт, Кандинский, маленький городок, в котором всё время, в котором и там Миро начинает делать вот такую вот удивительную серию гуаши. Это достаточно маленькие работы гуашью, которые называются «Серия созвездия». Картина «Жоанна Миро. Созвездие. Утренняя звезда. 1940 год». Горизонтально ориентированный холст. Фон бледный, закрашенный красным, синим и жёлтым оттенками в разных частях. Фон полностью заполняют абстрактные изображения. Изображения нарисованы тонкими чёрными линиями. Создаётся ощущение, что они были нарисованы одной извилистой линией, очерчивающей контуры изображений и связывающей их между собой как нить. Изображения, созданные линией, дополнены мелкими толстыми стрелками, кругами, треугольниками красного, чёрного и синего цветов. А в некоторых очертаниях угадываются реальные объекты — глаза, звёзды, усики какого-то насекомого, крылья, паука и другие предметы. Серия, которая была вдохновлена тем, что игрой света на воде, потому что это около моря, и как по одной из версий тем, что в этом месте во время войны периодически отключали свет. И в этой темноте становились и видны созвездия, становилось и видно звёздное небо, которое мало кто из нас привык созерцать, когда у нас есть цвет, и когда мы не оказываемся в темноте. И вот это ночное небо порождает новую серию абстракций, где есть и вот это самое синее небо сновидений, которое есть у мира, где есть, на котором возникает созвездие, есть действительно некое ночное небо. Это, конечно, это работы некого, одна из самых знаменитых по названию работ, это лестница побега, лестница бегства. Это некий мир, который… Другое бегство от ужасов, но скорее попытки нащупать другой миропорядок, более общий, чем тот хаос, в котором ты оказался. Что-то, что за этим хаосом стоит, вот этот удивительный мир, который тоже оказывается миром орнамента, миром вот этого вот побега. И если говорить о неподвижности в работах Миро, у него он даёт замечательное определение, что такое неподвижность. Неподвижность – это вторжение бесконечного в конечное, потому что то движение, которое мы знаем, то движение, которое пытается передавать искусство, это движение, у которого сначала и конец, вот эта скорость, которую передают гоночного автомобиля, или поезда, которая так увлекала футуристов, это автомобиль или поезд, в конце концов, затормозят и остановятся. Это конечное движение. Но когда это конечное движение прекращается, когда это конечное движение останавливается, когда возникает неподвижность, можно почувствовать некое другое, непрекращающееся бесконечное движение, движение Вселенной, движения, которые никогда не прекращаются, движения мироздания, которые нужно передать. Но передать его можно через это вторжение неподвижности и остановки в мир, который переполнит движение. И в этих работах, в этих созвездиях Миро, наверное, и возникает вот это ощущение некой остановки, как конечного, ощутимого нам движения, как выхода вот в это самое движение мироздания, некое вечное, в котором мы никак не участвуем, движение, которое с человеческой точки зрения похоже на неподвижность. И именно вот это ощущение он и пытается передать. В 40-е годы он всё-таки оказывается в Испании, продолжает там достаточно успешно всё-таки заниматься искусством. В 41-м году проходит его первая выставка в Нью-Йорке, в 47-м году ему наконец удаётся в Америку отправиться. И ещё один этот скачок – это опять более плотная живопись, это опять изменение гравитации, это живопись, в которой появляется вот это самое ощущение живописи действия. Потому что, скорее всего, он встречался с Поллоком, он, скорее всего, видел, как та линия, которая шла от Миро, которая шла через Арчилу Горки, пришла к Поллоку и к американской живописи действия, он увидел, как она развивается и подхватил её. Потому что то движение, которое появляется сейчас, это, наверное, впервые прочитываемое в картинах Миро движение, собственно говоря, действие, которым эта картина создана, движение кисти. Это картина, которая создаёт как бы некие взвешенные элементы, которые сами собой застыли в этом воздухе. Это что-то, что было сделано с усилием, поэтому возникает ощущение, потому что работы этого периода начинают отсылать к письму, к иероглифике и граффити, и к настенной граффити, и к некой наскальной первобытной живописи, первобытности, которая Миро всегда интересовала, и к таким вот иероглифическим композициям. А при этом, как бы, вот такие уже с 60-х годов, где-то явно уже некая иероглифика, и жест, и живописдействие, которые, то, что позволяет Миро создать, может быть, одну из самых удивительных своих серий того времени, что вся такая серия синяя, вот тут опять этот самый синий цвет снов, синий цвет мечтаний. Триптих Жоана Миро «Голубой», 1961 год. В выставочном пространстве с белыми стенами расположены в линию друг за другом три картины. Картины ориентированы горизонтально. Фон у каждой картины одинакового светло-голубого цвета. На этом фоне расположены крупные круглые пятна чёрного цвета и толстые неровные ярко-красные полосы. На первой картине, слева, по голубому фону разбросаны 8 чёрных пятен. В левой половине холста, ближе к центру, между чёрными пятнами, располагается красное вытянутое по горизонтали пятно или линия. На следующей картине, которая располагается в центре, красное вытянутое пятно уже намного длиннее. Оно превратилось в длинную вертикальную линию, расположенную в левой части холста с небольшим наклоном вправо. Справа от этой линии расположены круглые чёрные пятна. Они выстроились в длинную горизонтальную линию, идущую от красной линии в левой части картины до правого края изображения. Пятен около 10. Среди них есть как совсем мелкие почти точки, так и достаточно крупные. На третьей картине справа остаётся всего два элемента на том же голубом фоне. Это красная точка в правом верхнем углу и чёрное округлое пятно в нижней части изображения немного правее от центра. Центральная картина триптиха по длине меньше боковых. Три картины расположены на трёх разных стенах, находящихся под небольшим углом друг к другу. Одна из самых минималистских его работ, опять-таки, как раз именно после посещения Америки у него меняется, он начинает создать огромные работы. Тот масштаб живописи, который существовал в американском искусстве, до этого не существовал в европейском. И он начинает работать триптихами. Триптихами, которые оказываются уже пространством, впускающим в себя зрителя. Пространством, которое организовано так же, как живописное пространство в абстрактном экспрессионизме. Вот такая знаменитая синева, которая уже действительно след некого движения, след некого действия. И такие уже совсем минималистские, почти монохромные работы, которые он создаёт, с одной единственной чертой, с одним единственным следом, который проведён рукой, скорее, чем с изображением. Начинает экспериментировать с масштабами, с этой самой плотностью и грубостью, попасть в граффити, наскального рисунка в 60-е годы, с ощущением, с тем ощущением, достаточно тревожным, которое и детское искусство, и искусство, и outsider art, искусство душевнобольных, которое он исследует, тоже вполне одновременно с тем, как это искусство исследуют, например, художники группы, объединение кобра. То есть он идёт абсолютно вровень со своими более юными современниками, более молодыми следующей генерацией, исследуют самые разные другие медиа, самые разные другие форматы, создают всю историю с письменностью, всю историю, опять-таки, с тем, как в эту живопись опять появляется этот воздух, опять появляется невесомость, опять появляются следы в невесомости, и реагирует на события, которые происходят в то время, он реагирует на 1968 год, он создаёт вот эту работу, посвящённую Парижскому маю 1968 года. Картина Жоана Миро, май 1968 года. Большой квадратный холст. Перед нами абстрактное изображение, яркие контрастные цвета. Белый фон покрыт крупными, размытыми пятнами красного, голубого и жёлтого цветов. Поверх них нанесены толстые линии чёрного цвета, изгибающиеся как крюки. Линии занимают почти всё пространство холста. Они очень динамичны и словно нанесены широкими дугообразными движениями. Вверху, в центре изображения, большое пятно тёмно-синей краски, от которого вниз идут многочисленные потёки. А в нескольких местах видны отпечатки ладоней. И создают её как раз через язык граффити, через язык надписи на стене, которая едва ли не самая знаменитая, что есть помимо фотографий, граффити 68-го года. Создаёт иероглифику, общается с американскими художниками, с Мазарвалом, с теми, кто с этим работает в то же время. И создаёт вот такой совершенно потрясающий триптих из пустоты, из как бы таких следов чего-то, огромный, из фейерверков. Тут очень похоже на то, что в то время делает уже на совсем следующем витке художества, на то, что делает Сайта Омбля. И экспериментирует со всякими неожиданными вариантами сверхживописи действия, сожжённые холсты, картины, которые буквально прожжены, дорисованы и создают вот такие всякие удивительные пространственные композиции, в которых при этом заложен этот элемент разрушения, из которого они создаются, возвращается к коллажам и объектам. И через эти коллажи и объекты возвращается, как ни странно, довольно много занимается с декоративно-прикладными форматами. Он делает керамику и делает гобелены. И вот этот гобелен, как это можно назвать, огромный, был сделан для Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, и, собственно говоря, 11 сентября погиб. Триптих Жоана Миро «Надежда осуждённого человека», 1974 год. Три картины располагаются горизонтально друг за другом. Это изображение на больших белых холстах горизонтального формата. На всех картинах внизу расположены синие бледные штрихи, выполненные карандашом. Эти штрихи похожи на схематичное изображение травы на детских рисунках. На рисунке слева, помимо штрихов, изображена кривая линия чёрного цвета. Линия изгибается дугой так, что её концы как будто опираются на землю. Справа от линии вверху красное круглое пятно с неровными краями. На следующем рисунке та же кривая дуга, но расположена она как русская буква «С». В центре буквы «С» синее округлое пятно с неровными краями. На рисунке справа изображена чёрная линия, загнутая вверх в своём правом конце. Над этой линией, очень близко к ней, находится жёлтое округлое пятно с неровными краями. Гобелен Жоанна Миро, 1974 год. На белой стене висит огромный яркий гобелен с абстрактным рисунком. Гобелен ориентирован горизонтально. Его длина равна приблизительно 10 метрам, а высота не менее 4. Работа состоит из геометрических фигур бежевого, белого, розового, синего, зелёного и жёлтого цветов. Большую часть композиции занимают две округлые формы. Слева расположена фигура в форме капли, тонкая часть которой направлена вправо. Фигура зелёная, расчерченная чёрными дугами на сектора разных размеров. Сектора разных цветов. Большинство зелёные, однако использованы также розовые и чёрные цвета. Справа расположен круг синего цвета с чёрными и розовыми секторами. Поверхность гобелена неровная, в некоторых местах она гладкая, в других покрыта крупными, с человеческий кулак узелками. В некоторых местах с гобелена свисает бахрама. Это одно из самых ценных произведений, которые погибли, были уничтожены. И начинают делать скульптуры, монументальные скульптуры. Не объектики, а монументалку, которая выглядит, на мой вкус, довольно устрашающе. Потому что всё это, что происходит, когда персонажи из этого сновиденческого мира с другой гравитацией, с другим временем, с другой длительностью вторгаются в наше реальное пространство, когда он может с ними столкнуться, как они выглядят, какого они размера по отношению к нам оказываются на самом деле. И персонажи, в которых есть и ощущение игрушечности, и ощущение монструозности, как вторжение персонажей из сновидения в реальный мир – это те скульптуры, с которыми Миро работает. И, может быть, одно из самых его, не самых лёгких для музеифицированных, но самых интересных проектов того времени, для Миро довольно много работал со сценографией. Ещё с 1920-х годов, он в конце 20-х или 30-х годов вместе с Максом Эрстом делал дизайн, сценографию для Диагелевских балетов. И к сценографии, к работе с театром он возвращается в 1978 году, когда он для испанской авангардной труппы Лак-Лака делает вместе марионетки, костюмы, статуи, я не знаю, как это назвать. Они вместе создают спектакль, который является реинтерпретацией пьесы Альфреда Жарри «Король убил». «Король убил» – это Альфред Жарри, один из тоже таких культовых персонажей, французский писатель, притечий сюрреализму, собственно, сюрреалистами возведённый в жанр культового. «Король убил» – это пьеса о сверхтиране. «Сверхтиране», который настолько тиран, что он даже не понимает, что он делает, что он настолько исполняет все свои моменты. Это фарс, эта пьеса написана для школьного театра. Вот такая фарсовая пьеса про сверхтирана, который одновременно такой большой ребёнок, не понимающий чудовищности своих действий. И в этом спектакле эта пьеса рассказывается ещё языком каталонских сказок, каталонского фольклора. И мы сейчас посмотрим, наверное, кусочек. Первое видео покажите, пожалуйста. Тёмная сцена. На заднем плане натянута белая ткань с чёрными линиями. Справа на стуле спит существо с огромным белым шаром вместо головы и в красном плаще. Появляется существо в белой маске. Оно волочит что-то по земле. Существо набрасывает на персонажа в плаще то, что оно тащило по земле несколько секунд назад. Существо продолжает набрасывать на персонажа в красном плаще какие-то толстые, похожие на длинные щупальца осьминога, верёвки. Над конструкцией с белой тканью появляются другие персонажи. Они переминаются слева направо. Мориол Мерма, Мориол Мерма, Мориол Мерма, Мориол Мерма, Мориол Мерма, Мориол Мерма. Финке Франко и Риваско имбита, А, спасибо. А, всё, спасибо. Просто небольшой фрагмент, чтобы показать, как это действие выглядело и, как, собственно говоря, может выглядеть оживший мир Миро, как бы обрётшийся в нами в одном времени пространстве и плотности. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова